Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения. Канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасении. В этой программе еще раз коснемся столь горячей сегодня темы среди христиан и поговорим о восхищении. Ведь апостол Павел, говоря об этом событии, сказал «Итак, утешайте друг друга этими словами». Вот и я хочу утешить своих друзей, всех близких мне по духу людей, говоря о восхищении до начала 70-й седмины, до начала великой скорби, до начала судов над этим миром. Чтобы мы бодрствовали во всякое время и были готовы к этому внезапному, великому и чудному событию, которого еще никогда не происходило со времени сотворения мира. И я совсем не согласен с теми, кто говорит, что на самом деле мы не знаем точно, когда это будет – в начале, в середине или в конце седмины. Мы должны уважать мнение других людей, которые видят и верят по-другому. Но человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. По какой-то причине сам Бог не открывает им этого. Но мы знаем, что событие восхищения произойдет до начала 70-й седмины. Мы знаем это точно верой своей. Нам показано это в Откровении и во многих-многих местах Писания. Мы вооружены Словом и предупреждены Словом. Мы держим то, что имеем, и будем стоять в этой вере до самого восхищения. И вы знаете, чем ближе этот день, тем отчетливее становится понятно, что несмотря на то, что Писание во многих местах, и особенно в книге Откровения, отчетливо и ясно показывает восхищение Христовых до начала судов, многие христиане не верят в это и находят этому, по их мнению, объяснение. Не поэтому ли Иисус говорил, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Потому что понимание приходит через нашу веру. Ведь мы все читаем одни и те же слова в Писании. Мы все читаем книгу Откровения, где показано это событие. Но как мне сказал один проповедник, пастор, наверное, с сорокалетним стажем служения, а я верю, что восхищение будет в середине седьмины, после снятия шестой печати. Но как это может быть после снятия шестой печати, когда там в седьмой главе Откровения показано великое множество людей, стоящих перед престолом Бога, с пальмовыми ветвями в руках своих? Ведь это мученики, о которых сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Они будут оставлены на земле, и все пройдут через смерть за свидетельство о Христе. Они все пройдут через смерть. В этом образе никак не могут быть показаны восхищенные люди. Ведь в составе восхищенных христиан будут и уже умершие во Христе. Там не сказано убитые за свидетельство. И еще живые. Умершие за весь двухтысячелетний период люди во Христе. И еще живые во Христе. На чем же основывается такая вера служителя Божьего, которого слушают и с которым соглашаются тысячи христиан? В пользу восхищения в середине седьмины приводится также второе послание фессалоникийцам, где Павел говорит об открытии человека греха в середине седьмины. Ну, во-первых, в том послании Павел говорит обо всей семидесятой седьмине, вплоть до ее конца. Во-вторых, там сказано не о восхищении, а о собрании всех категорий спасенных кровью Иисуса Христа людей во время его второго пришествия. Туда входит и Израиль. Основная путаница относительно времени восхищения возникает из-за того, что многие места Писания относятся не к церкви, а к народу Израиля, как и вся семидесятая седьмина. Многими откровение воспринимается как книга о спасении церкви, но большая ее часть посвящена именно народу Израиля, потому что описывает семидесятую седьмину. И известные места Писания, которые многие относят к церкви, посвящены Израилю. Например, слова Павла о последней трубе. «Не все мы умрем, но все изменимся». «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе». Они говорят не о восхищении христиан. И в них, если посмотреть вообще, нет слов о восхищении. Они говорят о событиях середины седьмины, которые произойдут при трубе седьмого ангела, и которые касаются народа Израиля. Сегодня в интернете развернулась настоящая истерия по поводу точной даты восхищения – 20 сентября 2020 года, на праздник Рош-Хашана. Но ведь этот праздник, как и другие библейские праздники, дан и предназначен для народа Израиля. Для него все времена и сроки. И для него последняя седьмина. А бодрствование – это не знание точной даты, а постоянное ожидание и вера во внезапное восхищение. Будьте готовы всегда, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Теперь еще о показанных в Откровении образах и о вере многих. В книге Откровения показан образ 24 старца, сидящие на престолах, в белых одеждах и золотых венцах. Они посажены на этих престолах до начала судов. И поют перед Агнцем новую песнь. Но те, кто не хочет в это верить, противники восхищения до начала судов говорят, что здесь неправильный перевод. 24 старца – это ангелы. И они поют «Ты был заклан, и кровью своею искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И соделал их царями и священниками Богу их, по всей вероятности. И они будут царствовать на земле». На все есть свой ответ. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Но Иоанн в первой главе Откровения говорит именно Церкви. «Иоанн семи церквам. Благодать вам и мир от Бога и от Иисуса Христа, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Абсолютно такие же слова даны и в греческом переводе. «Искупившему нас от грехов», «соделавшему нас царями и священниками». И еще в разных местах Откровения видно, что люди, показанные в образе 24-х старцев, это не ангелы. В пятой главе Откровения сказано, я еще раз прочитаю полностью. «И когда Он, Иисус, взял книгу, тогда 24 старца пали пред Агнцам, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Люди, показанные в образе 24-х старцев, имеют каждой гусли и золотые чаши, полные своих молитв. И поют новую песнь, говоря, «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и соделавал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Они поют новую песнь пред Агнцам, которую никто и никогда еще до них не пел, потому что они первыми достигнут совершенства, и первыми получат при восхищении новые прославленные тела, подобные вечному телу Христа. И дальше сказано, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Если бы в образе двадцати четырех старцев были показаны ангелы, то тогда эта фраза была бы построена совсем по-другому. Иоанн бы просто увидел многих ангелов. Зачем еще говорить о животных и старцах, и их количестве? Но Иоанн видит многих ангелов вокруг престола, их количество много. Он видит животных, их количество тьмы тем, и он видит старцев, их количество тысячи тысяч. Количество восхищенных и посаженных на престолах людей, показанных в образе двадцати четырех старцев, тысячи тысяч, а в образе показано двадцать четыре старца. Но двадцать четыре – это число условное, образное. И еще подобные слова есть в седьмой главе Откровения. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных. Все ангелы стояли вокруг престола, и сидящих на престолах старцев». Как же двадцать четыре старца могут быть ангелами? Что все ангелы стояли вокруг себя, или как это можно понять? Но в образе двадцати четырех старцев, как мудрых дев, показаны восхищенные до начала судов люди. Они сидят на престолах, как и обещал Иисус, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Они в белых одеждах, побеждающий облечется в белой одежде. «На их головах золотые венцы, дам тебе венец жизни». Они поют новую песнь благодарности Агнцу за свое искупление и за то, что он сделал их царством священников. Никто больше в Откровении не сидит на престоле. Никто не имеет на головах своих золотые венцы. Только эти тысячи тысяч, показанные в образе двадцати четырех старцев, восхищенные до начала судов. Но на все можно найти отрицание и подстроить его при желании. Многие говорят, что следующие слова, сказанные в двадцать четвертой главе Матфея, говорят о восхищении после великой скорби. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Речь здесь об избранных, то есть о народе Израиля, принявшем Иешуа во время первой половины седмины. «И заметьте, ангелы соберут их от края небес до края их». Здесь нет речи о земле. И Иисус тогда уже явится на облаках силою и славою великую. Он явится вместе со спасенными, как с воинством небесным. «И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Кому было дано облечься в весон чистый и светлый? Всем спасенным, многочисленному народу, который сделался женой Агнца. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. В весон же есть праведность святых. Не в середине и не в конце седмины, а перед ее началом, как показывает книга Откровения, будут восхищены все Христовы, умершие и еще живые, все достойные этого великого и торжественного события. Они будут посажены на престолах и будут принимать участие в судах над этим миром и язычниками. Именно о них сказано в 20 главе Откровения. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Мы не можем себе представить, за что нам могут быть даны Христом такие привилегии и такая слава. Но всем возлюбившим Его, верным Ему и ожидающим Его, будет дано это по великой благодати Божией. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все. Жаждущему Его власти, жаждущему Его пришествия, жаждущему этой встречи, будет дано все это даром. Восхищенные первыми достигнут совершенства Христа, первыми будут изменены и получат прославленные тела, подобные телу Христа. Будут свидетелями того, как Иисус Христос возьмет книгу власти из рук Отца и будет наделен этой властью навечно. Поэтому во всей своей любви и трепети мы должны ожидать сегодня этого обещанного внезапного события. Ожидать и стойко верить, когда еще ничего явно не видно. Ведь вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Как было во дне Ноя и Лота, так будет и во дне Сына Человеческого. Когда все на земле еще было, как обычно, женились, ели и пили, строили, вошел Ноя со своим домом в ковчег. И только после этого пришел потоп и уничтожил все. Не в середине и не в конце потопа вошел Ноя в приготовленный ковчег, а перед его началом. Но многие и на это говорят, что великая скорбь начнется только со середины седьмины. Что этому термину соответствует только вторая половина седьмины. А то, что в первую половину седьмины придут великие бедствия, мировая война, великий голод по всей земле, обольщение лжепророками и великое гонение за имя Иисуса. Бедствия, которые унесут жизни половина населения земли уже к середине седьмины. Это так обычное дело, когда к середине седьмины уже придет отступление и откроется человек греха. Нет, именно вся семидесятая седьмина все семь лет будут великой скорбью, великими бедствиями, каких еще не было на земле, когда уже многие пророчества, посвященные этому времени, осуществятся. Как же это может быть тогда спасением по вере, которая есть уверенность в невидимом? Но ожидающие восхищения в середине или в конце скорби этим своим пониманием говорят, не скоро придет господин. Они не ожидают его внезапного прихода, они ожидают описанных событий скорби и потому подсознательно откладывают и не хотят этого. Но наша вера не только в том, что мы ожидаем Иисуса Христа постоянно, в полной готовности оставить этот мир. Мы в духе своем осуждаем этот мир, вместе со Христом, видя всю его ложь, многие мерзости и тьму. Помните, как было сказано о Ное? Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. И мы должны поступать так же, как Ной. Мы получили откровение от Бога о том, что еще не видимо. Мы должны благоговея приготовить свой духовный ковчег для спасения дома своего. Да-да, не только для спасения себя самого, но для спасения дома своего. Потому что единица спасения – это дом праведного человека. И еще один важный момент. Верой своей мы, как иной, осуждаем этот мир, видя духом все его несовершенство, греховность и скорое падение. И тогда мы будем наследниками праведности по вере. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Ну и дочерью, конечно. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Стойте в полной вере в свое спасение. Ожидайте своего Господа и Спасителя постоянно. Не в какой-то конкретный, назначенный кем-то день. А постоянно, ежедневно и ежечасно. Старайтесь быть ближе к Иисусу. Быть в слове, в духе и постоянной молитве. Верьте в Его милость и любовь, и вы будете блаженны, полностью счастливы, находясь в полном покое, любви и надежде на скорую встречу и на новую обещанную жизнь, которую Бог приготовил для всех любящих Его. Ведь во второй раз Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения. Ожидающих Его не для гнева, а для спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. Чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Назидайте и говорите один другому о скором восхищении и о скором спасении. Бодрствуйте духом и живите вместе с Господом, отдавая и доверяя Ему всю вашу жизнь, всю без остатка. Вот в этом и есть наше полное доверие Иисусу Христу. Чего мы ждем от Него? Во что мы верим? Вот главный вопрос. И еще Иисус говорил, по вере вашей да будет вам. Только своей верой мы можем достичь этого понимания. Только своей верой мы можем достичь полного покоя и согласия со Христом. В это последнее и такое неспокойное время. И в конце программы я еще раз прочитаю эти слова утешения от Павла. Сам Господь сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Утешайте друг друга этими словами. Будьте тверды в своей вере в восхищение до начала судов над этим миром. С благоговением ждите этого великого события. И будьте постоянно готовы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok